Девушки отдыхают Звуки речи человека отличаются от всех других звуков тем, что они образуют слова. Звук является наименьшей основной звучащей и слышимой единицей любого языка. Отдельно взятый звук не имеет смыслового значения, но звуки сливаются в слова. И тогда звуки создают как бы звуковую капсулу слов, и этим помогают отличать слова друг от друга. С помощью звуков речи можно превратить одно слово в другое. При изменении только одного звука изменяется значение слова. Звуки речи образуются во время выдоха от колебаний воздуха и работы речевого аппарата. Речевой аппарат – это гортань с голосовыми связками, ртовая и носовая полости, нёба, язык, губы и зубы. В звуках речи мы можем различать голос и шум. Голос образуется от того, что выдыхаемый воздух проходит через напряжённые голосовые связки. А шум образуется тогда, когда выдыхаемый воздух преодолевает препятствия, которые создают губы, зубы или язык. Когда выдыхаемый воздух без препятствий проходит через ртовую полость, образуются гласные звуки. Они состоят только из голоса. Гласные звуки – самые звучные. Если приложить палец к гортани и произнести какой-либо из гласных звуков – А, О, У, И, И, И или Э – то можно почувствовать, как дрожат голосовые связки. В русском языке всего шесть гласных звуков – А, О, У, И, 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 Э. Слова делятся на слоги. В состав слога обязательно входит гласный звук. Поэтому в слове столько слогов, сколько гласных звуков. Если слово состоит из нескольких слогов, то один из них звучит с большей силой, более четко, чем остальные. Это ударный слог. Гласный звук в ударном слоге является ударным звуком. Гласные звуки в безударных слогах являются безударными гласными звуками. Все ударные гласные звуки произносятся отчетливо. Безударные гласные произносятся ослабленно, более кратко и нечетко. Часто безударный звук не соответствует букве, которая написана в слове. Безударные гласные – это орфограмма. В звучащей речи человека есть звуки, которые образуются через преодоление выдыхаемым воздухом препятствий в виде губ, зубов и языка. Из-за этого мы слышим шум. Это согласные звуки. Из шума состоят все согласные звуки, но в образовании некоторых из них, кроме шума, участвует и голос. Поэтому различают звонкие и глухие согласные звуки. Согласные звуки, в образовании которых участвуют и голос, и шум, называют звонкими. Голосовые связки при их произнесении напряжены и дрожат. Это звуки. Б, В, Г, Д, Ж, З, Б, В, Г, Д, З, М, Н, Л, Р, М, Н, Л, Р, И. Согласные звуки, которые создаются только одним шумом и без голоса, называются глухими. При образовании таких звуков голосовые связки расслаблены и не дрожат. Это звуки П, П, Ф, Ф, Ш, С, С, К, К, Т, Т, Ч, Щ, Х, Х, С. В русском языке при произношении некоторых согласных звуков речевой аппарат работает совершенно одинаково. Например, Б, П. Различаются эти звуки только участием голоса. Такие звуки образуют пары по глухости-звонкости и их называют парными. Это звуки Б, П, Б, П, В, Ф, В, Ф, Г, К, Г, К, Д, Т, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Другая часть согласных звуков такой пары не имеет. Их назвали непарными. Это звуки М, М, Н, Н, Л, Л, Р, Р, Х, Х, Ц, И, Ч, Щ. Непарных согласных звуков по глухости-звонкости меньше, чем парных. У согласных звуков есть еще одна особенность. Некоторые из них мы произносим с особой интонацией. По-доброму – мягко. Как будто разговариваем с малышами. При произнесении таких звуков кончик языка упирается в нижние передние зубки, а его спинка выгибается к небу. Такие звуки и назвали мягкими. Остальные согласные звуки стали называть твердыми. Очень большая группа мягких и твердых согласных звуков, так же как звонкие и глухие, тоже образуют пары. Только уже по мягкости-твердости. Вот они. Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, З, З, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, П, П, Р, Р. И совсем незначительная часть, согласно звуков, не имеет пары по мягкости-твердости. Это звуки мягкие. И, Ч, Щ. И твердые. Ж, Ш, Ц. В русском языке всего 42 звука. Из них 6 гласных звуков и 36 согласных. Вы их видите на экране. Но звуки неуловимы. Их нельзя потрогать, поймать и подержать в руках. И человек совершил самое величайшее изобретение – буквы. И тут же совершилось невероятное. Невидимый звучащий мир стал видимым. Человек поймал неуловимое – звук. С тех пор и слово «мудреца», и трель «соловья», и звенящая тишина солнечного зноя смогли стать достоянием истории. В русском языке 33 буквы – 10 гласных букв и 21 согласная буква. Буквы называют гласными или согласными, потому что ими обозначают гласные или согласные звуки. Гласные буквы – это «а», «у», «о», «ы», «и», «э», «я», «ю», «ё», «е». Согласные буквы – это «б», «в», «г», «д», «ж», «з» и краткое «к», «л», «м», «н», «п», «р», «с», «т», «ф», «х», «ц». А две буквы в русском алфавите не обозначают никаких звуков. Они так и называются – знаки «твёрдый» и «мягкий». Нужно помнить, что звуки мы произносим и слышим, а буквы видим и пишем. В слове все звуки могут соответствовать своей букве. Например, «стол», но часто одна буква в разных словах может обозначать разные звуки. Например, в словах «плод», «плод», «плоды», «плоды». Буква «о» обозначает и звук «о», и звук «а», а буква «д» и звук «т», и звук «д». Иногда одна буква может обозначать одновременно два звука. Например, буквы «е», «ё», «ю», «я» в начале слова, после разделительного мягкого и твёрдого знаков, после гласных букв обозначают по два звука. Большинство согласных букв в разных ситуациях могут обозначать два разных звука. Парные по мягкости твёрдости, например, в словах «мел», «мол», буква «м» в одном случае обозначают звук «ми», а в другом «м». В словах русского языка часто звучание не совпадает с написанием, поэтому в словах русского языка много опасных мест – орфограмм. Самая часто встречаемая в словах русского языка орфограмма, связанная с правописанием гласных букв – это безударное гласное в корне слова. Вспомните правило. Чтобы правильно написать букву безударного гласного в корне слова, нужно подобрать такое однокоренное слово, чтобы безударный звук стал ударным. Например, лесник, лес. С согласными буквами тоже связана часто встречаемая орфограмма про описание парных согласных на конце и середине слова. Вспомните правило. Чтобы правильно написать букву согласного звука на конце и в середине слова, нужно подобрать такое однокоренное слово, чтобы после проверяемого согласного звука слышался гласный звук или непарные, звонкие, согласные звуки. Н, НЕ, Л, Л, М, МЕ, Р, Р. Например, дуб, дубок. В русском языке для написания букв, которые не обозначают никаких звуков, «мягкий знак» и «твердый знак» тоже есть правило. Вспомним. Первое – о мягком знаке, показателе мягкости. Мягкость согласного звука на конце и в середине слова перед согласными звуками обозначается мягким знаком. Например, львы, конь. Второе – о разделительном мягком знаке. Разделительный мягкий знак пишется в корне слова после согласных перед гласными буквами. Е, Ё, Ю, Я, И. Например, вьюга, колье. Таким образом, запись слова буквами часто не точно передает звучание слова. Но люди придумали точную запись звуков речи, называли ее транскрипцией и стали обозначать квадратными скобками. В транскрипции каждый звук записывается отдельной буквой, ставится знак ударения и знак мягкости. Например, «малина». Для составления полного рассказа о звуках слова применяется звукобуквенный анализ слова. Для его правильного проведения необходимо пользоваться памяткой, как провести звукобуквенный разбор слова. Шаг 1. Произнести слово и послушай себя. Шаг 2. Произнести слово целиком с выделением ударного слога и по слогам. Шаг 3. Произнести слово, выделяя голосом каждый звук по порядку. Шаг 4. Произнести каждый звук, охарактеризуй его гласный, ударный или безударный, согласный, глухой или звонкий, твердый или мягкий. Шаг 5. Скажи, какой буквы обозначен на письме каждый звук. Посмотри, как ты будешь записывать звукобуквенный разбор слова в тетради. Образец записи. Лоси. Два слога. Четыре звука. Четыре буквы. Л. Согласный, Звонкий, Непарный, Твердый, Парный. О. Гласный, Ударный. С. Согласный, Глухой, Парный, Мягкий, Парный. И. Гласный, Безударный. Правила о правописании и гласных, и согласных букв в русском языке очень разнообразны. Пока во втором классе вы познакомитесь только с некоторыми из них. Но если сейчас хорошо выучить эти орфограммы, то в дальнейшем будет легче осваивать и другие. На добрый путь всегда готовым быть!